Всем привет, меня зовут Дима и сегодня я покажу как настроить передачу лидов из Facebook в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему, в данном случае это Facebook. Теперь необходимо выбрать действия, загрузить лиды. Далее необходимо подключить аккаунт Facebook. Введите учетные данные для доступа к вашему аккаунту Facebook. Отметьте галочками рекламные страницы Facebook, которым вы хотите предоставить доступ системе Apex Drive. Я рекомендую отмечать все. Обратите внимание, если у вас появится доступ к новой рекламной странице уже после подключения аккаунта Facebook к системе Apex Drive, для того, чтобы эта рекламная страница отобразилась в списке, вам необходимо будет повторить подключение и отметить новую рекламную страницу галочкой. Для корректной работы системы оставьте все переключатели включенными. После подключения выберите необходимый логин и нажмите продолжить. Теперь необходимо выбрать рекламную страницу, а также необходимые формы на этой странице. Если у вас запущены и работают все формы, я рекомендую поставить галочку подключать все текущие и новые формы автоматически. Обратите внимание, если после запуска связи у вас появятся новые формы, я рекомендую произвести настройку источника данных повторно. Это исключит возможность некорректной передачи данных по новым формам. Для этого просто перейдите на этап доступ и ничего не меняя нажмите изменить и продолжить. Выберите заново необходимую рекламную страницу и отметьте все необходимые формы. Если нужно, произведите настройку фильтра. В большинстве случаев при передаче данных из системы Facebook в этом необходимости нет, поэтому просто пропускаем этот шаг. На этом этапе вы можете увидеть тестовые данные по одному из следов, если реклама уже запущена. Если нет, вы увидите автоматическое заполнение полей просто для того, чтобы вам было легче ориентироваться при настройке. Обратите внимание, если вы отмечаете передавать данные по всем формам, то на этом этапе контактные данные по разным формам будут иметь название разных полей. Вам необходимо в настройках приема данных указать все варианты полей, которые используются в формах для сбора контактов. Для того, чтобы обновить тестовые данные, кликните загрузить тестовые данные из Facebook. Для того, чтобы перейти к настройке приема данных, кликаем Далее. В качестве системы приема данных необходимо указать Telegram. Теперь необходимо указать действие. Отправить сообщение. Далее необходимо выполнить подключение нового аккаунта Telegram. Скопируйте название нашего бота и перейдите в свой Telegram. Нажмите запустить бота. Далее скопируйте строку для подключения Telegram бота и отправьте ее в виде текстового сообщения боту. В ответ от бота вы должны получить сообщение об успешном подключении. После успешного подключения Telegram бота просто перезагрузите страницу и выберите подключенный аккаунт. Обратите внимание, что если переменных с именем несколько, вы должны назначить в сообщение их все. Аналогично поступаем и с номером телефона. После того, как сообщение составлено, кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть, как будут выглядеть данные при отправлении сообщения в Telegram. Для того, чтобы проверить отправку, нажмите «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» для того, чтобы вернуться на шаг назад. Для продолжения настройки и включения автообновления кликаем «Далее». Синий переключатель свидетельствует о том, что связь включена и данные из Facebook будут передаваться в Telegram с указанным интервалом обновления. Для того, чтобы изменить интервал обновления, переходим в настройкам связи. На этом все. Спасибо огромное, что смотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки. Удачи! 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 Продолжение следует...